И надеемся на то, что перевал нас сегодня пропустит, без особых проблем. 20 минут дают старт. Это всякие, ну трещина, не больше перевалов, это, наверное, не будет. Будет интересно. Я просто в нетерпении ожидаю этого. Погодные условия на завтра нам дают плохо. Приблизительно с трех часов пойдет достаточно серьезный снегопад. Заскочила. Ну и, естественно, скорость набралась, и мы побахли. Домашние вулканы Камчатки – самая яркая точка притяжения для туристов со всего мира. Эти вершины в летнее время становятся объектом восхождения или предметом съемки идеального кадра. Зимой вулканы засыпают и встречают лишь редких гостей. Но на пять дней эти пять вершин становятся местом проведения одной из самых сложных гонок на собачьих упряжках в России – Берингия Авача. Три, два, один. Ах, их удача! Ах! Это где-то! Ах! Ах! Правда! Ах! 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 Соперники меня беспокоили, пока они меня так прошивали. Один, второй, третий. Когда я понял, что я или последний, или предпоследний, и где-то на сороковом километре, я вообще, мне, знаешь, гонка ушла, потому что когда ты в гонке, вот они летят, что-то обгоняют, какие-то эмоции, амбиции. Гонка ушла, и ты остался один с Камчаткой. На старт в этом году вышли 10 каюров в двух дисциплинах. Нарта 8 собак, здесь соревнуются 6 участников, и длинная нарта 12-14 собак. Такая у четырех каюров. Единственная лыжница Валентина Новосельцева бежит в дисциплине скиджоринг с двумя хаски. Ну, за счет того, что спуски подъема, как бы и работаешь, и отдыхаешь. Он такой, он рабочий, не скучный. Вообще, и красиво, очень красиво. Когда этот вулкан открылся, я не знаю, как будет завтра, конечно, что я скажу после перебала. Но пока, да, все хорошо. На этап почти у всех каюров уходит 4 с лишним часа. Один участник задерживается. Это Ирина Латышева, каюр из Хабаровска. Ее время больше 8 часов. Пока неизвестно, продолжит ли она гонку. Участие будет зависеть от состояния собак. Сейчас они уставшие, но чувствуют себя неплохо. Нет, у меня-то все нормально. Я вот за вот них переживаю, как они восстановятся за ночь. Потому что мучить собачек насиловать я, конечно, не буду. Если они там утром скажут, мы никуда не пойдем, то мы никуда не пойдем. Готова? Сейчас 40 минут назад ушла группа на перевал, на сам. Состояние перевала пока мы не знаем. Они на спутниковом телефоне в сопровождении группы спасателей поднимутся и оттуда нам по спутнику перезвонят. И полностью картину нам скажут. Если это все проходимо, то мы даем старт. Если нет, то будем думать о ситуации. Старт переносится на полчаса. Есть подозрение, что там какие-то трудности, и мы сейчас у вас вышлем в вторую группу с спутником телефоном, который будет нас информировать о происходящем. Ехали будем быстро. Мы видим участки трассы, по которым предстоит пройти каюром. Сейчас иду по довольно жуткому мосту. Здесь проезжали снегоходы, поедут скоро упряжки, и все это над обледенелой рекой. Все, понял. Тут все забрались, все нормально. Мы до Семеновска, ребята, поехали дальше с перевала. Семеновска! Аси! Та! 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 Тихо! 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 Как они налево пошли? Что-то видимо увидели там где-то вдали. И давай срезать налево. И все уже. Там вообще ничего не якориться. Там надуто. И уже как один камень, второй, они больше и больше идти камня. Я смотрю там уже куда-то вниз. Пришлось отпустить упряжку. Я еще думал, Андрей говорит, до конца, до конца. Нельзя бросать упряжку никогда. Думал, думаю, думаю, думаю. Ну ладно, наверное, мы по одиночке может быть выживем. Потом твои собаки, да, за ними? Решение о том, кто продолжает гонку, а кто нет, судейская коллегия озвучивает на вечернем собрании. Всем добрый вечер. Я рад вас всех наблюдать. В здравии. Не знаю, как с силами у вас. Но все пока здоровы, да, доктор? Никто не обращался в нас? Отлично. Дольше всех сегодня шла Латышева Ирина. Вот. Ир молодец, что дошла. Но судейская коллегия приняла решение по пункту 6.2 тебя отстранить от гонки. Четвертый этап вне конкурса. Со всеми 90 километров еще раз попробовать свои силы. Ну, я предполагала, что так будет. Для меня даже победа то, что я прошла второй этап, потому что мне вчера организаторы предлагали не ходить на второй этап, а сразу же оттуда эвакуироваться. Потому что мы же совсем не тренировали подъемы. Музыка В этой гонке каюры идут на двух типах ног. Нарт – спортивные алюминиевые и традиционные деревянные. Команда питомника «Снежные псы» отправилась в гонку на новых деревянных нартах, чтобы проверить их перед Большой Берингией, но неудачно. Не прошли еще раз. Каюры, просьба всем остановиться там, где есть, потому что иначе мы соберемся на спуске. Здесь у нас авария. Идем потихонечку, помаленечку папа по рации передает, что там аккуратнее дерево. Ну и, естественно, это дерево сразу, где оно, где оно. Там, как получается, спуск небольшой. Вот одно, два дерева стоит, и потом следом еще одно, и поворот. Вот. И я, получается, давай тормозить, чтобы не влететь, или хотя бы влететь, но с маленькой скоростью. И заскочила. Ну и, естественно, скорость набралась. И мы... Бабах! Как страшно обидно было, что новую нарту хлам просто разбило. Ане удается быстро эвакуироваться в лагерь, заменить нарту, продолжить этап и даже догнать соперников. Но на обратном пути в аварию попадает Андрей Семашкин. «Дока зовут». Там что-то Семашкин по рации передал. На узком участке трассы на арта Андрея врезается в дерево. Длинная упряжка мешает быстро сманеврировать. Расстояние между березами оказывается слишком маленьким. Андрей сильно ударился рукой. У него подозрение на перелом. «Летел, свистел и головой, ногой, рукой. Не мог понять, где я нахожусь. Шину положили, забинтовали. С восьмью-то как бы там маневрируешь немножко интереснее. А с длинной нартой она уже повернула за поворот, а ты только выруливаешь». Нарта поломана, Саш, конечно. Две нарты поломаны. А там без шансов, Саш, просто без шансов. Я бы конечно, если бы поехал, я бы сделал трассу по-другому. На горную гонку надо идти с подготовленными нартами. Нарта классическая деревянная, делается из березы, эластичного материала. Это ясень. Ясень, он на морозе очень хрупкий. Сегодня холодно, сегодня плотная трасса и просто переоценили свои возможности скоростные возможности. Не знаю, сложно сказать. До конца остается два дня и 120 километров. Камчатку в этот момент накрывает циклон, но гонка продолжается. Каюры отправляются из Налочевской долины до Козельского вулкана. Этот путь занимает 100 километров. Мы проехали всего 30 километров и в дороге нас застиг вот такой снегопад. Снег просто стеной, я даже не стану снимать с себя никакую экипировку, потому что меня моментально заметает. Каюры финишируют в сумерках, потратив на дорогу в среднем 8 часов. Валентина отказывается от эвакуации и под присмотром спасателей сама проходит этот этап. Устала. Тяжело было. Очень хочется пить и кушать. А еще, Алексей, завтра поедем на горячий сночник. Просто давняя мечта была побывать на Камчатке, поучаствовать в гонках такого масштаба. Не рассчитывала, что этап будет, допустим, 90 километров. Я поделила 300 километров на 5 дней и подумала, по 60 километров в день это нормально. Поздно было отступать. Последний этап заставляет каюров понервничать еще сильнее, чем на всех предыдущих. Сильный ветер сдувает с дороги снег, нарты, собак. Сильный ветер сдувает с дороги снег. Каюры финишируют к полудню. Кто-то отправляется отдыхать, а кто-то готовится к более серьезной гонке на полторы тысячи километров в Берингии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще классно. Это просто неописуемая гонка. С эмоциями, со множеством очень полезных вещей, которые просто в дальнейшем, я думаю, будем приводить более в надобный порядок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА